1 октября, в Международный день музыки, Гродненская филармония открывает новый сезон. Это определенно станет весомым культурным событием года. Напомним, с 2012 года здание филармонии было закрыто на манштабную реконструкцию. И пока строители глобально обновляли фасад и работали над внутренней отделкой, артисты выступали на временных площадках. Реконструкция этого культурного объекта затянулась гораздо дольше запланированных сроков. И, наконец-то, обновленная филармония готова встретить зрителей. Лаконичные интерьеры, изысканный дизайн, самое современное оборудование, комфортный зал и команда профессионалов, готовая дарить музыку как для всех, так и для каждого. И если раньше пригласить сюда зарубежных звезд не представлялось возможным из-за несоответствия техническому райдеру, теперь продюсеры сами выстраиваются в очередь, чтобы вклиниться в плотный филармонический график. При этом, помимо взрослых концертов, здесь создадут атмосферу праздника и для детей. Как и прежде, будут проводить новогодние утренники у елки и уж точно удивят зрителей шикарным зимним подарком. У нас планируется питерский балет на льду. И самый интерес того, что лед будет настоящий заливаться в зале на сцене Гродненской областной филармонии. Это действительно впервые. Это не подделка льда, это не искусственный лед, это настоящий лед. Поройдет такие мероприятия, как «Щелкончик» и «Лебединое озеро». Стас Пьеха и группа «На-На», Александр Малинин и национальный балет «Сухишвили» – спектакль с участием Ирины Муравьевой и Александра Балуева. И эта афиша только на ближайшие пару месяцев. Для тех, кто равнодушен к такому звездному дивизиону и предпочитает вечер проводить в более камерной обстановке, филармония предлагает совершать тематические культпоходы буквально ежедневно. Вечера старинной музыки, джазовые проекты, семейные культпоходы, арт-галерея. Теперь это не только главный культурный, но и светский центр области. Тем более, что тут будет работать арт-кафе и появится оригинальная локация для проведения выездных регистраций браков. Субтитры создавал DimaTorzok